Турнир по мини-футболу, посвященный 80-летию Зомза, собрал на стадионе «Луч» как молодых спортсменов, так и опытных, зрелых игроков, когда-то активно участвовавших в районах и областных соревнованиях, но и сегодня находящихся в хорошей физической форме. Ведь на футбольном поле нет ветеранов, а есть люди, играющие в футбол и болеющие за данный вид спорта всей душой и сердцем. Постоянно у нас были турниры на Зомзе, у нас было два дивизиона, когда я пришел сюда в 87-м году. Было две лиги, в каждой было по 8 команд, и эти соревнования были по накалу наряду, я думаю, с высшей лигой. Вот это все сооружение, это все построено зомзовцами, и сегодня вот этот турнир – это дань уважения людям, которые все это создали. И ведь традиции зомза спортивные, они очень крепкие. Капитаном команды городской администрации стал временно исполняющий обязанности главы Сергея Посада Юрий Потякин, для которого аббревиатура «Зомз» – не пустой звук. За родной завод «Зомз» выступал на соревнованиях разного ранга, на уровне Министерства обороны и промышленности. Я сам лыжник, биатлонист, поэтому больше времени уделял лыжному спорту, биатлону. Но в футбол играли постоянно. С приветственными словами к футболистам обратились ветераны футбола, всю свою жизнь посвятивши этому замечательному виду спорта. Я здесь проработал 42 года тренером по футболу, играл в хоккей и футбол. Играл в хоккей и футбол. В общем, многие здесь воспитники мои есть, люди, которые прошли школу луча. Самое главное у нас было то, чтобы воспитать из них людей. Самое важное. И приятно то, что сейчас то, что собирается, возрождается «Зомз», завод, как «Темп». Тоже там команды есть, хоккей начинают. И я думаю, что здесь тоже будет команда заводская, которая будет защищать честь завода в областных и межрайонных соревнованиях. В турнире приняло участие шесть команд. Проливной дождь, который время от времени орошал футбольное поле стадиона «Луч», нисколько не смущал игроков. Конечно же, как и в любом футбольном матче, не обошлось без травм. В результате долгой упорной борьбы места распределились следующим образом. Шестое и пятое место у команды «Техно» и НИИ «ПХ», соответственно. Четвертое место заняли ветераны «Зомза». Бронза досталась их коллегам – молодой зомзовской команде. Серебряный кубок увезла с собой сборной городской администрации. Ну а победителями в турнире стала зомзовская команда «Звезда». Также были отмечены лучшие игроки. Лучшим вратарем судейской коллегии признала вратаря команда городской администрации. Ирина Самойлова, Евгений Половинкин. День города.